всех приветствую друзья на канале у себя сегодня у нас на обзоре будет разбор а точнее а точнее проверка ну и разбор и проверка проверять мы сегодня с вами будем вот такие вот реле это реле rs10 неприемные непроходные так сказать не проходят данные реле по погоду паспорт у них реле rs10 паспорт 031 06 02 88 год вот вот такие реле все они идентичные 88 год 85 год вот и так же то есть когда получаются более свежие поэтому и не проходят неприемные считаются данные реле вот 031 03 02 также 031 03 01 не так же 02 вот год базируется от 85 до 88 89 вот такие вот реле так здесь у меня их 20 штук но мы возьмем две штуки вот и посмотрим проверять мы их будем на паладе на контакты на паладе и так же как и на серебро вот но по большей части на паладе разбираются данные велели легко сейчас я вот обложу возьму бокорезы вот такие вот они здесь у них алюминиевый корпус и вот такая вот подложечка пластиковая так откусываем в принципе тут ничего сложного нету откусываю где припой а потому что пластиковая подложка тогда не слезет вот так и снимаем здесь как видим алюминиевый такой корпус и у здесь он завальцован вот кто как разбирать можно разбирать как на верстак поставить этот угол поставить его на верстак и по точилу проводить вот так и алюминий будет съедать и он тогда раскрывается вот я так делал с 211 сериями микросхемами вот здесь будет ссылочка данное видео вот либо можно вот так я делаю например вот так то есть подкусываю в одном месте где алюминий вот допустим вот здесь то есть немножко так основание подготовлене и то не по house хочется вот так сбоку тогда видите он алюминию очень тонкий главное вот зацепиться и потом можно будет просто накручивать вот зацепился я взял по делу этот алюминий и вот так вот вот накручиваю накрутил еще раз до конца можно не крутить в принципе одной стороны достаточно чтобы она сошла и тогда вот на шерле вылазит вот такой вот внутренность это у нас алюминий он нас не интересует и вот здесь мы видим контакты так как бы так поставить чтобы не отсвечило вот так два неподвижных контакта и один подвижный контакт вот вот именно их мы сегодня будем проверять на палладе камера бы не фокусирует к сожалению видно докуда идет цвет меняется подвижно они подвижных контакта видите да то есть снизу более блестящий такой посеребряный а сверху более темный то есть вот здесь где-то разделительная полоса данного контакта вот и также под подвижным сейчас я его сниму с ним сначала сами подвижный контакте такие маленькие аккуратно снимаем потому что разлетаются вот так вот такой вот у нас подвижный контактик маленький откладываем его и снимаем два подвижных конкур не подвижный контакт а вот этих вот я их наверно обрежу вот именно по там где начинается темный цвет то есть я их откушу один очень мелкий очень сильно разлетаются вот так вот такого зиму вот такой вот контактик у нас даже камера не фокусирует наверно сейчас какую-то взять чтобы было видно вот не берется все-таки не хочет убраться сейчас еще раз попробуй если не возьмется значит другой откушу вот вот такой вот видите да более такой темный вот и как раз вот здесь я думаю присутствует палладе ну в любом случае проверять будем кислот через кислоту разберется азот к нам сразу покажет и второй контакт также скусываю так именно там опять же повторяюсь где начинается темный цвет вот так и также вот его выкладываю и откладываем также сюда его так здесь у нас больше снимать нечего здесь у нас медь это у нас тоже медь катушка медная там такая проволока медно что она даже если зажигалка поднести она сгорает вот ну и остальное все металл металлолом то есть это магнитится сейчас магнит возьму все магнитное все остальное металлолом и немножко меди так а ну и алюминий вот так это реле я оставлю и разберу его то есть чтобы узнать вес данных контактов если в принципе палладе там есть вот и вот это наши контактики их даже не видно то есть вот они маленькие мы их растворим то есть проверим содержанием вернее содержится ли палладе в данной крыле очень такие мелкие вот так так проверять мы будем азотной кислотой она у меня здесь здесь она химически чистая взял бутылку из-под электролита электро бутылки очень толстый здесь можно хранить кислоты отлично справляется вот и вот такую вот колбу взял я себе чтобы было видно а то есть присутствие когда палладе да то знаем как проверять те кто не знает проверяем обычно либо трем макаем ватную палочку в горячую азотку и протираем то место где есть подозрение на палладе вот и тогда ватная палочка будет становиться коричневого такого чайного или кофейного цвета вот но я сделаю так я налью где-то миллилитров 20 азотки вот и буду опускать по одному контакту меняя при этом раствор на каждый контакт чтобы было видно если там палладе вот но тогда сейчас все это подготовлю всю эту процедуру сделаю сделаю слайд-шоу вот чтобы видно было каждый контакт пронумерую вот но и тогда уже включусь и тогда уже встретимся с вами на подсчетах если он там есть посчитаем с вами сколько весят данные контакты два неподвижных и один подвижный вот так и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 - ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...